Вот мой дед. Это в деревне. Они жили до последнего дня. Несколько пожелтевших фотографий и военный билет. Ранят память о старшем лейтенанте Михаиле Дмитриеве. В 28-м его призвали на фронт. На Курской дуге его ранило осколком гранаты. Но войну он прошел до конца. Дошел до Берлина и встретил победу в Германии. Командир огневого взвода 42-го года. Внуку Дмитрию Дмитриеву дедушка о войне рассказывал немного. Не любил вспоминать фронтовые годы. Говорил только, что страшно это очень. Те отрывки воспоминаний, которые он рассказывал, они были связаны с очень тяжелыми картинами, потому что они участвовали в освобождении больших территорий. И они были свидетелями таких картин, когда русская деревня освобождается, и все выжжено. В колодцах они находили трупы детей. Все закончилось для старшего лейтенанта Дмитриева в июле 45-го. С тех пор праздник Победы был самым важным в семье Дмитриевых. Дедушка вспоминает Дмитрий. 9 мая очень любил. Вот только на параде в Красноярске так за всю жизнь ни разу и не побывал. Семья жила в далекой деревне большой контакт. Но в этом году внук вместе с портретом деда пройдет победным строем в колонии Бессмертного полка. Хочу участвовать в этом. И считаю, что раз мой дед был ветераном, участвовал в битве за Берлин, мы просто обязаны там быть. В Бессмертном полку Дмитрий пройдет впервые. Раньше, говорит, все как-то не получалось. А нынче сделает штендер и запишет историю деда в летопись полка. Сколько я спрашивал у своих родственников, информация доходит к какими-то уже обрывками. Кто-то забывает, кто-то что-то вообще уходит в небытие. Для того, чтобы увековечить эту память, ну вот в прямом смысле, увековечить, чтобы на века осталось, и чтобы наши внуки, наши правнуки знали, какими героями были их предки. Кстати, рассказать историю своего фронтовика может каждый красноярец. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Бессмертного полка и кликнуть вкладку «Запиши деда в полк». Сейчас здесь почти 300 тысяч историй. Юлия Бычкова, Сергей Кашин, Афонтова новости.